Запрещено, но молчим, как бы не сказать лишнего чего Это мы Смогли робу сорвать себя, но жаль выбрасывать Сложили про запас её Это мы Хотели сделать главным человека Но получили себе снова главного человека Это мы Но ведь свободный ты и я Не затянет нас колея Кто способен повлиять? Это мы Не умеем ни по латыни, ни по гречески Зато умеем по душам говорить по человечески Это мы Любим людей, хоть и не всегда скажешь по лице Просто боимся открыться, чтоб не породниться Это мы Нам кажется, страна нам должна лучшую жизнь Но единственный, кто может за нас что-то решить Кто? Это мы Проникаемся большой идеей, принимаем ложь И вот уже в колонны строит нас очередной вождь Это мы Друг друга голодом морить, гнеить по зонам под это Издать законы Этим заразиться можем снова Это мы Мы нашим предкам подобны Истреблять способны Неугодных и невиновных Это мы Кто не уехал, тот расстрелян был или замужен Народ, оставшийся без своих лучших Это мы Внуки тех, кто забирал на допрос, на расстрел Внуки тех, кто на каторге истлел Чей пропал в архиве след Это мы Могут каждому прийти и забрать даже сейчас Где-то спрятан этот шанс Под сознанием каждого из нас Это мы Выдохнем прошлое, грудь вперед Выпрямим спины Страна людей с планами на взлет Влюбленных из них Это мы Кто заселит наши щедрые, пустые земли Кто создал свои счастливые, шумные семьи Это мы Миллионы состоятельных и состоявшихся Не вторгаемся в соседние княжества Это мы Здесь найдете все и всех, кого только искали Люди здесь драгоценны и уникальны Это мы У будущего есть самый стабильный гарант Люди, которые помнят ошибки, их не повторят Это мы Россия это больше Россия снова и снова Россия это навсегда Россия доброе слово Это мы Ну что, как тебе песенка? Наводит На мысли? На грусть Почему? Это же каста Это же рэпчик Это же так Ну, Жанин правильно поет Сейчас же нужно сказать так Свою мысль Чтоб тебя за это не закрыли И не посадили Правильно же? Вот так Всем привет Всем привет Нет, ну не знаю Сегодня такое настроение Знаете почему? Взял и зашел Ну, зашел зайти Говорю Че-то я это с утра Прям, не знаю Там, как будто я там Ночь бухал Короче Зашел сегодня И посмотрел Посмотрел, как вы думаете Что? Да, у нас же там Соревнования проходили В Арабских Эмиратах Ну, я думаю Блин, думаю Надо посмотреть, думаю Почему бы и нет, думаю Что и как у нас Да? И тут, блин Ски Тут, конечно же Конечно же Гражданин России Чимаев Выступавший под флагом Обредненных Абрадских Эмиратов После победы Поблагодарил шейха И заявил Что Объединенные Арабские Эмираты Это лучшая страна в жизни А потом сказал Ахмад Сила Аллаху Акбар Молодец Ну, красавчик Молодец Вот серьезно говорю Вот Что хочешь сказать? Нормально Что, нормально? Нормально И вот ты думаешь Блин, думаешь Вот там пишут в комментариях Там вот Наш боец Наш боец Наш боец Я не знаю Почему наши бойцы Стесняются Нашего российского флага Ну, не хочешь ты выступать С российским флагом Ну, возьми ты флаг С СССР Правильно же? Ну, если ты не хочешь Выступать под российским флагом Возьми ты флаг СССР Слушай Ну, вот, например Не хочешь ты выступать Под флагом России Ты считаешь, что там Никольное отношение к России Не имеешь, да? Ну, слушай Ну, возьми ты флаг Например, Чечни Там, например Того же самого Грозного Есть же какой-то там флаг, герб и так далее Ну и все Ну а так получается, как-то со стороны смотришь И вроде бы победил Красавчик, молодец Вроде победил Физически, а ментально проиграл И круто становится Посмотрел UFC Ну реально посмотрел UFC А где зрелище, а где бои Ну какая-то порнография была Ну серьезно Не совсем то, наверное за что люди платят А потом взял, посмотрел Харкор бума, посмотрел, как Калмыков Бился у нас С Лендрушем, слушай, ну это реально Сила, это реально, на голых кулаках Это показали зрелище и все Ну как так-то получается У нас? Почему когда ты Идешь на хоккей, когда Играют взрослые нормальные мужики Которые зарабатывают по 100 лямов В год, почему они кое-как Передвигаются, там не знаю, там Кое-как передвигаются и похоже, что хоккей на костылях А почему когда ты идешь И смотришь, как юниорская команда играет Они там бегают, как жопы райные индюки И просто разрывают И почему именно на подрастающее поколение Смотреть гораздо комфортнее Чем на все остальное Нифига себе Видел, да, отбойники сделали? Это шуба не было для этих, как вот Для этих, для рыбок, прикинь Вот так вот Поэтому, когда ты начинаешь Во всем этом задумываться Как-то становится грустно и печально Да? Конечно Слушай, ну знаешь, как бы Я тоже думаю У нас тоже выступали на Олимпийских играх Тоже под разными флагами Но притом Квартиры дали в России Как ты к этому относишься? Ну, например, представь себе Например, вот я, например Это олимпиец, да? Ну, например, я стесняюсь выступать Под флагом Российской Федерации И я взял, например Выступил под флагом Айзибаржана Приезжаю, занял, например, там первое место Приезжаю И мне, хоп, там, например Мэр города говорит Макс, ты красавчик Держи тебе Сочи квартиру Мы хотели тогда дать, конечно, там педагогам Да, хотели дать и врачам Но хотели А потом поняли, что не я Ты для нас более ценный Как ты к этому относишься? Это даешь Ну, а что, не так, что ли, получилось? Ну, я вообще Вообще, у меня же другие мысли Другие мнения Я вообще считаю, что Про кой флаг ты говоришь? Про кой Азербайджан? Про кой это? Мы живем в одной стране В Евразии Да я понял, пап Ну, видишь, у слова Видишь, что это Золотая обшивка называется О, вчера, видишь, пока Покоцли чуть-чуть А это нас, это спидегонщики Со словами Я летчик Гастелло И на таран полетел Очень смело, понимаешь? Короче, блин Я думаю, все больше не буду Вот это Ютуб смотреть С этими боями Там, мало того, что бои Толком не получились А потом посмотрел Зачем, думаю, ладно Думаю, слова Думал, посмотреть Что и как А потом раз Такие слова Арабский, Мират Спасибо, Принцам Все Слушай, ну ты же, как бы Там, как бы, говорят, что Российский боец Ну ты хотя бы там Про Россию Хотя бы там Слово сказал бы Либо еще что-нибудь Может, сказал Аллах, Акбар Ну, да, все Это вот, как бы, круто Ты знаешь, как в Америке Здороваются друг с другом Как? Идет, говорит Барак Обама А он говорит Обама, Барак, брат Да, ну, ты так вот, наверное Здесь так же получается Здесь так же получается Ладно, пройдемся с вами дальше Мотоциклист попал в больницу После ДПС автомобиля Короче Как рассказали очевидцы Водитель автомобиля При выезде с улицы Миндальной Короче, на Каспийскую А Миндальная это второстепенная Так скажу В общем, короче Не убедился в безопасности Своего маневра И допустил Суновление с мотоциклом Который ехал по главной дороге Но, как вы думаете Машина-то у нас Белая И посмотрели По номерам Пробили Ну, это такси Потому что, блин Таксисты, блин Они такие Они интересные Они пытаются Всегда Не знаю Я не знаю Куда они торопятся Как в жопу раненой Индике Вот что толку Вот такси Да, например Ты торопишься на заказ К примеру Да, ты берешь Там, все Привозишь Там, как бы Доезжаешь раньше Время Все равно тебя Один минуты ожидаешь Или, например Ты с ветерком взял И провез Своего клиента Например, в аэропорт А потом раз у тебя И отняли Это балл активности И ты стал зарабатывать меньше Я не понимаю Вот смысла Нет такси нарушать Серьезно Короче В Сочи Минивэн Сбил самокатчиков Дорожное происшествие Случилось Субботним вечером На Донская Улица Пасечная В центральном районе города Я, кстати, видел вчера Это ДТП Ну, ничего страшного Почему сбили самокатчиков? Ну, потому что Они ездят как придурки Извините, конечно За все Самокатчики Перед вами сразу Извиняюсь Но вы реально Все Вот 80% По статистике Вы ездите Как придурки Ну Притом Как дебилы Потому что Ну, не назовешь Что-то Ну, мне реально Страшно Самое интересное У меня За это время Сколько? За 4 месяца Три раза Самокатчики Задевали Мое зеркало Представляешь себе? Ну, как так можно ездить? Ладно Точнее Электровелосипедисты Самое главное Они сами Не могут определиться Кто они? Велосипедисты Мопедисты Мотоциклисты Пешеходы Они не знают Кто они Поэтому Они позволяют себе И по тротуарам ездить Хотя у нас машины Некоторые по тротуарам ездят И так Вот как вы думаете Вот здесь По этой дороге Можно ехать У нас Мопеду Или нельзя? Вот кто мне скажет Вот на мопеде Здесь можно ехать Или нельзя? Вот кто мне скажет А на электросамокате Здесь можно ехать Или нельзя? Пишите в комментариях Хочу проверить Короче, на трассе В Сочи Иномарка снесла Золотую облицовку Ну, бывает там Ничего страшного Сейчас вы ее проехали В Сочи На улице Победы Загорелся двухэтажный дом Тоже Ничего страшного Ну, загорелся, загорелся На Уральские авиалинии Наставили протокол За отказ Двум пассажирам В перелете Ну, тоже бывает Слушай, такие сейчас Цены высокие, да? Еще и отказы Короче, продолжение истории С неадекватным Который голый ходил Там и орал Где моя одежда? Дайте мою одежду Думали сначала, что он нудист А оказывается, он просто Находился под солями Солями Это легкий Легкий Синтетический наркотик Приезжий Обчистил спящего сочинца Почти на миллион рублей Ну, бывает Не без этого Куда деваться Ну, и, конечно Самое страшное Это Вчера случилась Такая авария Представьте себе Вот мы с вами Сейчас едем В правой полосе Мы никого с вами Не трогаем Спереди, может, еще что есть Просто Вот просто И мы тут берем И в Кудепсте Берем И хотим Свернуть, например Направо Вот Мы, например, так Едем, едем Едем, едем И хотим Свернуть направо Ну, тут Ну, тут Выясняется, что По этой трассе Да, где разрешенная скорость 90 км в час Где более трех полос У нас Едет Спокойно Спокойно Едет Водитель Этого велосипеда И берет, например Отсюда начинает Перестраиваться А мы хотим Путыл повернуть Соответственно Водитель начинает Уходить Чтобы не сбить Самокатчика Сбивает обочину И все равно Машина Отскакивает Самокатчика Есть такой Видеоролик Почитал комментарии Очень много Страши Но объективно Водитель Двухколесного Не прав Потому что Да, он должен Ехать по Как бы Не дальше Одного метра От края Проезжей части Но Когда он едет Прямо Он не может С крайней правой полосы Где там идет Поворот на аэропорт Ехать Он должен был Так же держаться Соответственно Своей полосы Правильно вам? Слевой Он как бы Не должен Понимаете? Поэтому я не знаю Как они там Получают свое образование Факт остается Фактом Ну что В принципе Все Знаете Сначала Короче Опубликали Что кроссовер У нас Прокинулся на крышу Сначала в комментариях Там Вот Чмошник Там То Все А потом Раз Когда показали Такие сразу Блин Ну ладно Ну что Велосипедист Такой Ну И все Конечно Обидно Страшно И непонятно Ну что Куда мы с тобой Едем? На рыбалку Ну я наверное Не долго там буду Там Немножко еще попробую Судака поймать Раз Не получилось Поймать В этом В Астрахани Значит мы Здесь попробуем Поймать Плюс потом Леха Тебе Сказал Что он приедет Хочет там Мясо Жарит Что-то еще Ну я не знаю Смогу я выдержать Не смогу Потому что Надо деньги зарабатывать Потому что Сейчас с деньгами У меня Небольшой напряг Ну бывает Такое Бывает Поэтому надо Зарабатывать Деньги А как зарабатывать Деньги В наше время Непонятно Ну надо Надо стараться Вот как бы так Ну что у нас Блински Что-то у нас не то Мы должны ехать Больше скоростью Баб Ты видишь У меня расход топлива 6,2 Ну не должен быть 6,2 Расход 25 километров Проехали И такой Надо чтобы Нормально был Расход И так далее Кстати за поездку В Астрахань Я получил Два штрафа Один туда И один обратно А я знаю Где этот обратно Ну какая разница Ну там Получается По 250 рублей Слушайте Ну в этом году У меня рыбалка Обошлась Не то чем дешевле А в разы дешевле Например в прошлом году Мы когда ехали Второй раз У меня получается Я собрал штраф На 27 тысяч Получается 27 тысяч Это первое А второе У меня на ГСМ Ушло 31 тысяч Да если не ошибаюсь Помнишь на Порш Каине И в итоге у меня Поездка в Астрахань Пошлась в Ну больше полтинника Сама дорога В этом году У нас Получается Вместе со штрафами Все у меня Получилась Дорога туда Обратно в Астрахань А это на секундочку 2300 километров Получилось В 12500 Все у мелочи Приятные Да? Конечно А в этом году У меня на Порш Каине Вышло бы еще дороже Потому что Сейчас на секундочку Сотый бензин Уже стоит 83 рубля А в прошлом году Он стоил 73 рубля Понимаете? 73 и 83 Это больше 10% Поднялась цена По сути Это поднялась Цена Наверное Процентов на 14 Да? Ну да Поэтому денег У меня ушло бы Наверное Как минимум Ну как минимум Ушло бы на 35 тысяч Как минимум Ушло бы 35-37 тысяч Ушло Вот как бы так Ну да ладно Все что делается Делается к лучшему Папе самое главное Машина понравилась Да? Конечно Рыбок покормили По дороге Конечно И все И все Что еще раз Поедем на рыбалку? Или что Надоело? Когда хочешь? Ну через неделю Так там будет уже Делать нечего Мы в прошлом году ездили Да? Немножко уже Не то было Да? Да Там уже не то Ну надо сейчас В апреле На вобл Хотя мне вобл Неинтересно Мне тоже Если честно Хотя В весной Может быть Кроме вобл Может быть Что-то другое Может попасть Да? На всякий случай Ну вобл Ты брать не будешь Правильно? Почему? А что ты с ней Будешь делать? Ну солить Ну это не та рыба Которую хотелось Чтобы солить Почему? Все же мужики Вся алкашня Сходит с ума По рыбке Вся же алкашня Такая Ааа Вобл Обла сушеная То самое лучшее Что есть Ну ты ел ее хоть раз? Пап Я вообще Не люблю рыбу Я рыбачу Для удовольствия Ну Она в разы Уступает Джериху Что там говорить Она во-первых Помнишь Я карася сушил Ну такая же Как и карась Была по вкусу Даже в комментариях Разорвут алкаши Они сейчас едят Как бы Воблу едят И пьют пиво И скажут Ты что? Офигел что ли? Ты что? Ну пускай попробуют Джериха Вобла самая лучшая Рыба Для пьянки Для алкашки И все Кстати Знаешь, что школа Сочи уходит на карантин Из-за вспышки Пневмонии Я не знаю Что же опять Подкашливаю Вроде бы Ну старался Не простужаться Хотя я понял Как бы Знаешь Я забросил Спортзал И в спортзал Уже 3 месяца не хожу Ну там бегал Периодически И так далее Вот После того Как родилась Дочка Все Я сейчас думаю Блин Надо это Ну Надо наверное опять Заниматься спортом Ну я имею ввиду Так активно Как я привык Там по 4 раза в неделю И все Ну потому что Понимаешь Вот сейчас появилась дочка Вот Ты что блин До последнего Ты ехал в крайней левой полосе До последнего Я ненавижу таких вот Ребят Ну вы что делаете Если вы знаете Что вам нужно Поворачивать направо Зачем вы Вот такой поворот Направо запрещен Почему Пап скажи Вот правила предусмотрены Да Если ты влево обретут То ты Ты не имеешь права Поворачивать направо Через полосу Ты не имеешь права Как бы Ты должен заранее Вот если ты знаешь Что будешь поворачивать направо Ты должен Что сделать Взять правее Нравится тебе Или не нравится А если у тебя Toyota Да еще ты с гробом ездишь С гробом Мне без разницы Хоть с гробом ты ездишь Хоть с крестом ты ездишь Хоть там еще с чем Ты должен подчиняться Правилам дорожного движения даже все высказался так вот насчет велосипеда которые от из-за которого машина перевернулась он-то правило ты не учил велосипеде он не знает как ехать вот этот парадокс что если ты участник дорожного движения самокатчик ты велосипедчик мне кажется надо хоть чуть-чуть даже для себя выучить чтобы не подставлять автомобили даже с позиции вот ты едешь допустим вот я хочу повернуть направо я беру вот так вот заранее и вот так беру и перестраиваюсь правильно же это правило дорожного движения а если я сейчас левой стороны поехал бы направо то например с правой стороны кто-то опережать и опережать у нас не запрещено правильно же в общем мы сейчас почти доехали уже до нашего прекрасного какая красота сегодня сочи да посмотрите как красиво такие города обалденные конечно знаешь что я тебя выбрал вместо мотоцикла кто-то или на мотоцикле прокатиться чуть-чуть хотел на мотоцикле прокатиться а потом думал ну че мне мотоцикл думаю лучше я с отцом немножко побуду на мотоцикле поеду завтра нет не до этого надо сначала деньги заработать у меня крышу спереди на колесе я так и применяла надо надо аккуратно со скоростью да с колесом что там у тебя поменяю назад поставлю ну позволить сказать что могут отремонтировать могут отремонтировать смысл или могут ну попробую зато надо будет оставлять попробую ну не отремонтирую значит куплю два колеса да и все потому что конечно обратно к нам ехали в ассархане там на многих участках дорогу доделали раздолбанных добыли там хочешь не хочешь там летишь тем более дождь был да не видно было ни разметку ничего давайте яма и не было видно ничего хотя не гнали да нормально ехали знаешь где влетели там где дорогу сняли это уже в канузяке ну может быть там помнишь такой удар был может быть и скорость-то была небольшая там скорость маленького в том-то и дело ну что ладно ребят вам всем хорошего настроения 7 27 число 27 октября за бортом плюс 10 градусов днем наверное будет плюс 17 плюс 18 градусов погода шикарная нам наоборот хорошо что с утра вот погода уже стабильно буквально четыре дня с утра вот такая я думаю что на рыбку даже аккуратно когда есть стабильность рыба любит даже рыба любит стабильность а у нас сейчас непонятно что находится так ты же едешь что не на рыбал у меня рука болит во все подтянута все я уже не хочу я уже все старею нифига себе так можно влететь кого-нибудь да я красота все ребят вам всем хорошего строения вам всем добра добра и пока сегодня воскресенье выходите на природу посмотрите как как на улице хорошо а я забыл вы же смотрите с москвы там уже там же это точнее из москвы там же у вас это уже с лякоти грязь блин ладно а с оренбурга там же снег лежит емое а с челябинска ну ладно тогда просто смотрите видеоролики наслаждайтесь природой а если хотите вот во всем этом окунуться обращаемся за недвижимостью есть много интересных предложений да кстати по 2 миллиона то что я говорил я думаю вы же у меня целевая аудитория которая умная да вы же понимаете что карандаш на яйцах не рисует правильно же ну серьезный карандаш на яйцах не рисует что 2 миллиона рублей это квадратный метр апартаменты что это никак не за апартаментов 30 квадрат метров а это стоит один квадратный метр